Концепции государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года поставлена задача довести долю индивидуального жилья до 50% от всего строящегося. В текущем году задание для Брестской области заключается в обеспечении ввода в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что составляет более 50% от общего количества квадратов жилых площадей. Выполнение данного поручения зависит от многих факторов, в числе которых как выделение льготных кредитных ресурсов и земельных участков, так и личная активность населения. По состоянию на 1 мая текущего года у нас желающих получить в земельные участки для индивидуального строительства более 11 тысяч, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий 10 тысяч 400 семей. Наличие земельных участков для индивидуального строительства не является проблемой в большинстве районов нашей области. Но именно районов, то есть деревень или небольших городов. Немного сложнее ситуация в райцентрах, таких, к примеру, как Пружаны и Левоцевичи. Но работа по решению возникающих вопросов и удовлетворению потребностей жителей ведется непрерывно на всех уровнях, и это приносит результат. Города прирастают новыми несельскохозяйственными площадями, и желающие построить собственное комфортабельное жилье получают такую возможность. Начиная с 2012 года местными исполкомами велась работа по подбору массивов несельскохозяйственных земель, примыкающих к населенным пунктам, по которым возможно строительство индивидуальных жилых домов. За этот период почти 470 гектаров в 2012 году таких земель подобранных. В 2013 году 32 гектара, в текущем году за истекший период, только 3 гектара в Пинском районе. Желающих построить индивидуальное жилье значительно больше, чем земельных участков и в городе над Бугом. Всего их требуется 4000. Частично решить проблему позволит перспективная усадебная застройка в районе деревни Волки. Там предполагается создать до 1300 участков. Снять напряженность по вопросу обеспечения земельными участками, нуждающихся в улучшении жилищных условий Брещана, возможно и с помощью города-спутника Жабинки. Поручение разработать это направление дал на заседании руководитель области Константин Сумар. «И не надо лезть там, например, в первую группу лесов, а где кустарники, то это мы должны подбирать. И это будет правильно, это разумно. А если где-то так есть, в Брест, ну, уже утверждён же президентом, вы сказали, город-спутник Жабинка, уже он указит. А почему в отцельчиках не может быть в рочище-спутник, условно, к его Ивацевичу. Главное, чтобы мы туда дорогу протянули раз, дали энергию, два, и воду. Вот и всё. Поэтому давайте уже уходить от этой темы, плакаться, а то мы должны принимать решение. Что касается уже Жабинки, вы тоже делали посыл, что уже и там нету, так по Жабинке надо уже серьёзно садиться, планировать Полушенкову, Виктору Евгеньевичу, как мы будем там готовить площадки и где. Вот и всё.